Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Обо всем по порядку. Так будет война или нет? Да, она будет. Президент обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию, что ждет страну в ближайшее время. Есть чем им поучиться. В Бавруйске прошел областной конкурс профессионального мастерства. Соревнуется в педагогическом мастерстве 25 учреждений. Какие таланты продемонстрировали участники. Мужские разборки. В Бавруйске проходит турнир по греко-римской борьбе. Участники довольно-таки все титулованные, сильные. Какая награда достанется победителю. А также тысячи километров, лайк Центроизбиркому и решимость союзников. Минобороны раскрыл детали предстоящих маневров. Когда начнется активная фаза. Следующая остановка Минск. В четверг вечером актив города отправился в столицу, чтобы лично услышать послание президента к белорусскому народу и национальному собранию. В начале регистрация. Всего от Бавруйска отправились свыше 20 человек. Руководство города, депутаты, руководители предприятий и организаций. В тот день все лишь предполагали, какие темы станут основными в выступлении главы государства. Нынешний разговор до самого начала держал интригу. И это не случайно. Послание президента предвосхищает республиканский референдум, который пройдет 27 февраля. А теперь к главной теме этого дня. Президент Беларуси обратился с посланием к народу и парламенту. Дворец республики собрал 2500 приглашенных. В зале министры, депутаты, медики, военные, руководители из регионов, блогеры и журналисты. Поговорили на самые разные темы. От государственной безопасности до социальной политики. Разговор продолжался 2 часа 36 минут. Об ожидании и реальности Мария Бересневич. В конференции республики приковано внимание десятков тысяч телезрителей. Послание президента к народу и парламенту без преувеличений объединяет всю страну. И это неудивительно. Ведь во главе угла, безопасность и благосостояние беларусов. На часах 10.00. В холле многолюдно. Журналисты работают в усиленном инфорежиме. В преддверии референдума по изменениям Конституции событие имеет особое значение. К нему приковано внимание широкой общественности. Услышать речь Александра Лукашенко приезжают и гости из регионов. Бобруйск представляют 23 человека. Председатель горисполкома, депутаты, руководство города, делегаты общественных организаций. Безусловно, для всей Беларуси и для делегации города Бобруйска это значимое событие. Потому что действительно это достаточно важное мероприятие. В плане того, что мы обозначаем, не обозначаем, а президент обозначает те основные задачи, которые важны для нас в ближайшее время. Сегодня мы находимся в достаточно сложной ситуации с соседями, с Украиной, с Польшей. Поэтому, безусловно, для меня важны и вопросы внешней политики. С посланием к белорусскому народу и национальному собранию в стенах Дворца Республики глава государства впервые обратился в 2020-м. До этого использовался овальный зал Дома правительства. Этот же вмещает более двух с половиной тысяч человек. Забегая вперед, скажем, свободных мест нет. Как будет развиваться страна, из первых уст хочет слышать каждый. Мне хотелось бы больше, чтобы развитие получили общественные объединения, политические партии. Ну, знаковое такое, значит, это семья, семья и закрепление это в Конституции, отношения мужчины и женщины. Я жду главного посыла от нашего президента, чтобы все-таки вот в этот день, в этот значимый день, в день послания, он нам сказал, что мы должны быть вместе. Еще раз это повторил. И для того, чтобы мы потом в регионах могли это донести, ту силу его духа, силу его слова, для того, чтобы могли в дальнейшем работать еще лучше, для того, чтобы была наша страна более процветающая, сильная и были мы вместе, несмотря ни на что. Это второе послание нашего президента, в котором принимаю участие, ожидание, я уверен, что будет конструктивно, по-семейному, все будет пропитано на 100% патриотизмом. И ожидаю такого же эффекта, как было сказано, нашим президентам любимую не отдают. Очень, во-первых, трепетно присутствовать на таком мероприятии в первый раз от Союза молодежи. И очень интересно послушать именно главу государства перед таким важным событием. Молодые люди активно принимают участие в политической жизни нашей страны. Очень важно и очень интересно слушать их мнения. Для тех, кто не попал в список приглашенных, трансляция на национальных каналах и прямой эфир по радио. За звук и картинку отвечают свыше полусотни телевизионщиков. 11.00. На сцену выходит Александр Лукашенко. С первых секунд президент говорит о безопасности и аргументирует. Беларусь подвергается необоснованному давлению. Под различными предлогами границам стягивают бронетехнику и устраивают провокации. Несмотря на это, наша экономика показывает стабильный рост. А государство проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику. Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один. И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества. Веками наш народ боролся за свою землю. За независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. Александр Лукашенко заявляет, главное – сохранить людям жизнь. И анонсирует, белорусам в течение года предоставят минимум один свободный от работы день для комплексного амбулаторного обследования. Важнейшая задача – ранняя диагностика заболеваний. Социальные политики – пристальное внимание. На этом, подчеркивает глава государства, воспитывается общество. В Беларуси реализуется широкий пакет социальных мер и гарантий. Это бесплатное образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, поддержка уязвимых категорий населения, пособия при рождении и воспитании детей. Беларусь входит в 50 лучших стран по показателям эффективности национальных систем здравоохранения, опережая Соединенные Штаты Америки и нашу Россию. Беларуси находится в числе 25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства. Мама, воспитывающая первенца только социальных выплат, получает на сумму до 12 тысяч рублей в год. Второго последующих детей – более 15 тысяч рублей. Ежегодно на данные цели из госбюджета направляется более 2 миллиардов рублей. Белорусский лидер еще раз возвращается к теме выборов. Александр Лукашенко задает вопрос, что было бы с Белоруссией, если бы его не было в августе 2020-го. И поясняет, задача номер один во что бы то ни стало сохранить страну. Мы, конечно, не отрицаем. В стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства. Другой власти. Это нормально. Государственная власть – это не шоколад президент. Наверное, вы уже попробовали. Чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против. Но я этот шоколад и забрал, чтобы вам немножко было слаще. Понимаю мою жесткую политику. Я шушаю. Поэтому ешьте на здоровье. Президент затрагивает темы исторической памяти, геноцидов в годы войны, отношений с Китаем, интеграции с Россией, IT-сферы, спорта, а также ставит задачи местным органам власти. Однако ключевым вопросом становится предстоящее политическое событие. Новым субъектом политики станет все Белорусское народное собрание. Это будет высший представительный орган в стране, который совместит в себе традиции и лучших практик белорусского народовластия. На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вечером. Он уже есть. Мы ничего не выдумываем. Прошло время сделать его конституционным. Не будет он конституционным, он все равно будет. Вот оно, народное вечер. И что мы потеряем? После того, как мы здесь собрались, послушаем друг друга, вы просто услышите, увидите главу государства, сделайте соответствующую. Что в этом плохо? Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примите вы решение, этот президент пойдет на покой. Все, он уже сделал свое дело. Соштете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете, я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать. Новый проект Конституции вызывает здоровый интерес у белорусов. Во время общественных обсуждений собрано около 9 тысяч предложений. В топе – темы, которые касаются социальных гарантий, защиты персональных данных и традиционных ценностей. Одно из изменений – усиление блока прав и свобод граждан. После выступления белорусского лидера свои вопросы задает каждый желающий. Само же послание президента длится 2 часа 36 минут. В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя будущим поколениям? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща. Своё окончательное решение народ примет 27 февраля. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360. Тяжелый случай. В Бобруске взяли больше 13 тонн металлолома. Все началось с задержания грузовика на одной из региональных трасс. В ходе проверки выяснилось, документов на груз нет, а перевозился он в Россию для дальнейшей реализации. Также известно, что товар принадлежал одному из предприятий Минской области. Нарушители действовали по следующей схеме. Приобрели 4 металлические емкости, рабочие их демонтировали и разрезали на листы. Общая сумма багажа 82 тысячи рублей. Теперь горе-бизнесменам грозит штраф в размере до 500 базовых величин. Наставник с большой буквы в Бобруске прошел областной конкурс профессионального мастерства. Площадкой для которого был выбран строительный колледж. География участников – Шклов, Осиповича, Хосим, Скричев и, конечно, местные умерцы. Жюри оценило не только проведение уроков, но и теоретические знания конкурсантов. В рамках конкурса соревнуются в педагогическом мастерстве 25 учреждений профессионального образования Могилевской области. Конкурс проходил в два этапа. По итогам первого этапа в финал в довольно напряженной борьбе пробилось 11 участников. Тем временем в холле гостей приятно удивляли учащиеся колледжи и лицеев. Тоже открыли свои мастерские. Одни делали прически макияж, другие демонстрировали химический опыт и третьи покоряли кулинарными шедеврами. Стратегические маневры «Оранжевый уикенд» и все дают. Организаторы Бобруской лыжни позаботились о дополнительном рейсе автобуса. В какое время будет курсировать транспорт. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Минобороны раскрыли детали проведения проверки боеготовности силы реагирования союзного государства. Согласно данным, задействуют пять полигонов и все военные аэродромы. Места отработки навыков – Брестская, Витебская, Гродненская и Гомельская области. Кульминация, она же активная фаза – учение «Союзное решимое-2022». Начало запланировано на 10 февраля. Центр избирком запустил официальные каналы в социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм и Вайбер. На каждом из ресурсов размещена информация о деятельности комиссии по подготовке и проведению выборов и республиканских референдумов, а также об их результатах и других важных вопросах. Новые поезда с сообщением Минска-Линковичи перевезли за месяц более 27 тысяч пассажиров. Путь следования Светлогорска на Березине – Жлобин, Красный берег, Бобруйск, Осиповичи-1 и Пуховичи. Сегодня протяженность железной дороги, по которой передвигаются электрические составы, больше тысячи километров. В предстоящие выходные в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают о гололеде и сильном ветре с порывами до 24 метров в секунду. В субботу ожидается мокрый снег. Температура от минус пяти до нуля градусов. В воскресенье, по прогнозу, продолжительный дождь, возможно, метель. Градус термометра будет колебаться от минус девяти до плюс трех. Уже завтра пройдет Бобруйская лыжня 2022. Регистрация на зимний праздник начнется в 9 утра. Традиционно подготовят две дистанции – 1200 и 800 метров. Позаботились организаторы и о транспорте. Автобус по маршруту номер 25 – микрорайон Западный. Ледовый дворец будет курсировать с 7 до 14 часов. Классический стиль. В Бобруйск съехали сильнейшие представители греко-римской борьбы. В протоколе турнира памяти генерал-майору Бахарова порядка 200 фамилий. Спортсмены сражаются за чемпионский кубок и звание кандидата в мастера спорта. Ольга Васенда о схватках на ковре. Борьба – это мой образ жизни, признается Роман Куреев. В копилке свыше 20 наград различного достоинства. Первый юношеский разряд и ни один диплом. Выступает спортсмен весовой категории 60 килограммов. На Бобруйском ковре у парня уже есть победы. Первым на лопатке ложится представитель Минска. Эта схватка была достаточно тяжелая для меня. В прошлом году я проигрывал на ОДМ счетом 5-2. В этой схватке я более хорошо подготовился, вышел и боролся более уверенно с ним. Турнир памяти генерал-майору Бахарова в этом году отмечает 42-й год рождения. В эти дни за медали борются порядка 200 спортсменов от 12 до 17 лет со всех регионов Беларуси. Плюс организаторы добавили еще пять весовых категорий. Борьба очень упорная. На кону чемпионский кубок. Не ожидали, конечно, сами, что будет такая явка хорошая. Участники довольно-таки все титулованные, сильные, практически кандидаты мастера спорта борются. Поэтому очень интересные схватки, сильные. Ведь у всех одна задача – уложить соперника на ковер. Согласно международным правилам греко-римской борьбы, запрещается использовать ноги, проводить подсечки или подножки и выполнять захват руками. Два периода, каждый по 120 секунд, плюс перерыв полминуты, формат схваток. А вот главная отличительная особенность – греко-римского стиля. Борцы ведут бой исключительно верхней частью тела. Победители определят в десяти весовых категориях. Каждый получит кубок и звание кандидата в мастера спорта. За второе и третье места подготовлены медали. Ну а финальные схватки пройдут уже завтра. В детско-юношеской спортивной школе номер 4. Адрес – улица Ульяновская, 35, дробь 31. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok